Итак, друзья, мы с вами отправляемся погулять в Аланию. Брага у нас остановка. Далмуж находится в двух минутах от отеля. Итак, друзья, Ванечку оставили с бабушкой и с Ленком вырвались на шоппинг. И первый наш объект. Доехали до конечной станции и сразу выходишь. Вот станция конечная. И впереди наш магазин Ируя Кундура. Мы его уже снимали весной, но это, знаете, не повод, чтобы не зайти сейчас в него. Хочу посмотреть какие там новинки. Лена хочет Ванечки посмотреть. В общем, еще раз с вами посетим этот магазин. Посмотрим, что изменились, какие новинки, какие цены. Погода стоит просто замечательная. Вообще улетная. 30 градусов. Просто вообще я получаю такое удовольствие от того, что у нас в Москве плюс 7, здесь плюс 30. И в классной компании, в общем, отдыхаем. Итак, идем. Здравствуйте. И пойдемте посмотрим. Здесь народу всегда много. Здесь скидки на улице. Но мы зайдем вовнутрь. Со скидками. 100 лир. Здравствуйте. Это же не кожа, да, вот эта? Кожа из магазина. Да, зайдем, знаем. Мы знаем ваш магазин. У меня. Да, сейчас зайдем. А, туда? Нет, мы сюда-сюда зайдем. И вот появилась уже осенняя обувь. Кожа 379,90 лир. Это уже осень, да? Осень. А зимние есть? Да. Сейчас, посмотри. А, туда? А, вот такие зимние. Натуральные. Натуральные. Кожа сколько стоит такие? 400 тысяч. 470 лир. Так дорого. Это уже со скидкой? Как постоянным клиентам. Скидка будет? Ну, я знаю, что натуральная. 479, это сколько? 5 тысяч почти. Ну, да. Больше, чем 5 тысяч. Угу. То есть, 12 тысяч. Ну, они, конечно, мягкие, классные. Вот еще кожа повыше. Мне, конечно, обувь нужна. Ну, не знаю. А, можно. Так, что у нас тут с босоножечками? А, босоножки, наверное, уже все закончились, убрали. Где? Мама, которая хотела. А, они где-то за хобку там лежали. Вот там, вот. Сейчас посмотрю. Так, такие стоят. 209, 209 лир. Так не совсем, не дешевая обувь-то. 209. Такие, видите, цены написаны. 229. Помним, что умножаем на 12. Не забываем умножать на 12. Ну, это уже, да, остатки, смотрите. 219. Вот эти вот. Это все натуральная кожа. 209. Так, вот такие. 209. 229 лир. Вот такие. Так, ну, мне нужна, конечно, зимняя обувь. 219 лир. Это сколько такие стоят? 399. Витя, дай насочек, пожалуйста. А это я вот как наподобие в Стамбуле покупала. Интересно. Вот эти очень удобные. Сколько стоят, интересно? 399. У меня в этом. 399, 4. 400, да, почти. А, ой, а вот эти вот. Вот эти классные. Лен, смотри, какие хорошие. Может быть, даже маме такие понравятся? Зата покажу, да? Заеду с ней. Вот эти. Я в Стамбуле такие покупала. Я за 70 долларов покупала. Ну, а здесь 400 лир. Ну-ка, посчитаем. Ну, 400 лир. 4,5 тысячи. Ну, грубо так, да? Да. А 70 долларов сколько это будет? На 6. 4,2 тысячи. Ну, одинаково получается. Цена, кстати. Что в Стамбуле? Что в Стамбуле? Что здесь? Это конечно осенние. Нет, а я знаю, что зимние. И вот эти осенние. А нам нужно... А у вас мужской нету здесь, да? Весь рядом, на улице. А, на улице? Это ваша фирма? Ваша фирма? Ваша фирма? А, на улице? А, на улице? Вот это весь магазинчик, это весь ваш. Ну, вот весь. Так, сумочки. Там зайдете, вон, на угол обойдете, и там ход. Ага, сейчас пойдем посмотрим. Вот эти все рекламу делали, помнишь, Лен? 619. Все, рюкзаки они смотрели. Ну, да. Так, обосоножки я не поняла, где? Которые мы маме хотели. А она хочет? Да, она сказала, хочет. С камнями. С камнями. Можно я снимала? 299. Такие, смотрите. Такие нравятся, они хорошо смотрят. Ну, мне такие просто сейчас не нужны. Мне нужны сейчас... А сколько такие стоят? Зимние. Вот эти 300. И мне зимние нужны. 394. Что, не будем терять время? Пойдем? Пойдем, Ваня. 219. Вот такие кроссовочки на лето. Знаете, сколько стоят? 269 лир. Так. 109 лир. Сумочки. Разные. Мы тут Лене как-то покупали сумочки. Сколько примерно стоит? 169 лир. В общем, ассортимент изменился. Конечно, и босоножек, в принципе, тех, которые мы с Леной покупали, уже нет. А мы пойдем на знаменитую улицу Татюрка, по магазинчикам, посмотрим. Зайдем в Вайкики, если получится. В общем, продолжаем гулять по солнечной Алане, потому что по-другому это место не назовешь. Итак, мы вышли на улицу Бульвара Татюрк, и на этой улице сосредоточены все большие магазины. Де-факто, Вайкики, Мави, Пурасон. И все, мы сейчас будем двигаться, двигаться, и по пути, какие будут попадаться магазины, мы по чуть-чуть будем вам снимать и показывать. И сразу на пути нам попадается магазин Мави. Хорошая мужская одежда, женская, джинсы. Мы разве в такой заходили в тот раз? В какой-то сети покупали. Так, смотрите, какие джинсы мужские. 229 лир. Такого плана. И такого плана. Такие. Вот эти симпатичные, мне понравились. Смотрите, какие Мави. Ребятки, выбрала я в Мави вот такие джинсы себе. Ну, понятно. И знаете, у меня размер сейчас 52. Ну, что делать? Я показываю, как есть. Есть на 54, на 56. 200, так, 190, 200 лир. Это будет 2400. Очень красиво, мне нравится. Вот эти джинсы, смотрите, которые Юрчику берут. 229, 230 лир. Это новая коллекция. Джинс нет. Но вот эти мне, ну, в смысле, скидки нет. Мне понравились вот такие. Сейчас еще посмотрю, конечно. Новая коллекция. Ну, мне вообще все Мави нравятся джинсы. Такие. Сейчас я выберу. Что-нибудь выберу. Так, такие. Сейчас чуть-чуть дешевле. Так, и есть... Лен, подожди, пожалуйста. Можно с тобой посоветоваться? И еще есть вот такие. 189 лир. Будете смеяться, но Юрчику джинсы я меряю на себя, потому что по-другому я не могу. Ну, потому что я смотрю, здесь размер как бы... Вот у него 34, 32, а здесь 33, 32. Ну, вот я не могу понять. Ну, я-то женщина, мне здесь побольше. И у него длина побольше. Ясно, они у меня большие. Ой, не знаю, так тяжело на расстоянии купить вещь. Но я ему куплю. У нас просто уже традиция. Находясь в Варанье, мы обязательно заходим в магазин Вайкики, где встречаем каких-нибудь знакомых. Либо еще кого-то. Сейчас пойдемте поднимемся сначала, наверное, в женскую одежду. А потом в мужскую. Так. Что интересного? Есть в Вайкики сегодня. Мужа с пакетами. Видите, мави. Так, 50 лир. Батнички. Так. Видите, размеры все. 4ХЛ. Это с длинным рукавом уже? Сейчас посмотрю. Мой любимый полосатый. 50 лир. 2ХЛ. Самый большой размер. Полосатенькие кофточки. Так, вот смотрите. 3ХЛ. 40 лир. Видите? Там футболки. Там футболки. 50 лир. Детская одежда. Футболки. В Вахики всегда народу полно. О, ребята. Отдельная тема. Это детская одежда. 45 лир. 45 лир. Какая прелесть. Сейчас покажу. Вот такая единорожка. Цветарки. Разные-разные. 600 рублей получается. Всех цветов. Какая прелесть. На малюсеньких. Малюсеньких. Это сколько? А мне тоже 44. 44. Зайчики такие. Так, сейчас мне надо купить в подарок одну кофточку. Так. Я хочу такую светлую. Смотрите. 9 лет. 11. Сколько такие кофточки стоят? 55 лир. Все-таки уже на осень тепленькие. Видите? С карманчиками. С рукавчиками. С длинными. Так. У нас сегодня быстрый-быстрый шопинг. Именно сегодня. Поэтому мы так обзорно показываем. Сейчас мы зайдем в Адидас. Потому что мне нужны красивые кроссовки. Не знаю, какой здесь ассортимент. Посмотрим, есть ли тут женские кроссовочки. Так. Мне нужны кроссовки на осень. Как тут цена сильно отличается? И вообще цены. Тут не люблю, когда цен нет. Это не Адидас. 360 лир. Вот эти черные. Беленькие. Так, беленькие. А беленькие? Ну, это как у нас такие тоже есть. А новинки какие-нибудь хочется. А такие сколько стоят? 577. 577. Даже не знаю. Вот такие. Ну и какие мне выбрать? Мне кажется, у нас тоже такие же цены. Да, Лин? Один в один. Ну да, везти отсюда зачем-то для смыслов. Смысл никакого нет. Не смогли пройти мимо магазина. Бар. Смотрите, какая курточка меховая. 129 лир. Скидки 17,50. Женская одежда на втором этаже 29,90. Вот такие. Еще вот такой нравится, только цвет не передается. 37,90 лир. Сейчас померю, вам покажу. Видите, как сейчас модели отличаются? Все-таки уже чувствуется, что осень. 46,90. Вот такая вот под джинсы. 39,90. Красные какие. Смотрите. Всех цветов. Так, сколько полосатых? Давайте посмотрим. А, значит, полосатые 39,90. А вот это 49,90. Вот так, ребятушки. Турция это рай для шопоголиков. Смотрите. Это элька. Ну, на вид на самом деле она как она такая легкая, классная. Ребят, но она очень большая. Смотрите, она вообще реально как на 56 размер. вот такая черная. Посмотрите. Это размер XL. Ну, жалко, что кармашков не хватает, но так вот. Ну, очень оригинально сделано. Смотрите. Она растянется. С капюшончиком. Комфортная. Сейчас на осень, на зиму под одежду. Очень интересная модель. Вот такую я, наверное, возьму. Ассортимент огромный. 26,90. Такие полосатые. Вот эти больших размеров. Видите, они очень прямо большие. Народу очень много в амбаре. Скидки. Видите, 750 лир. О, ребята, не пошли мы даже мимо ЛТБ. Уже почти пошли. Алена говорит, не хотела бы зайти. А я не могу отказать сестре. 399,90. Так. Джинсы. Так. Сколько стоит молодежные? Ну, вот 180 лир. Света ручки такие, смотрите. 79 лир. Сейчас посмотрим. 179 лир. Ну, последний этаж это скидочный товар. Обмену, возврату не подлежит. Ну, 80 лир. Но это уже дешевый, Лен. 80 лир вообще, тысяча рублей. 80 рублей. Хороший, смотрите, 80 лир. качественные джинсы. Кстати, симпатичные такие. Сейчас покажу одну пару. Не могу, хотела джинсы показать. это мужские, да, Лен? Ну, смотри, какие. Не, вон они упали. Подними, пожалуйста, вот эти. Вот эти хотела показать. А, ничем. Вот они по 80 лир. Наверное. 29-й. Не, ну да, 29-34, допустим. Маленький. Угу. Ну, выбрать можно. 70-й. 80 лир, тысяча рублей. Вот мужские, 119 лир. 79 лир. Джинсы покупаешь на вторые скидка. А за сколько первые нужно купить? Ну, в принципе, 200 лир, как и мы купили в Мави. Ладно, не будем терять время, пошли дальше. Да, Лен? Так, мой самый любимый магазин, это Пуласон. Ну, сейчас я чувствую, если весной у меня было все как раз в этом магазине, то в этот раз я хотя бы посмотрю, какие есть новинки. Что, пойдемте? Все идут. Так, пойду я сейчас померю. А, 269 джинсы. Сейчас покажу, какие. Такие кофточки появились. О, сколько ее стоит? 229 лир. Новиночки. Рубашечки вот такие. Ой, Пуласон, я обалдею от него. 239. Так хочется себе что-нибудь прикупить, а размерчик-то не позволяет. Вот такая, с этой какая. Ну, пойду померю, да? Что тут еще из новинок, прямо? 219. Ну да, XL он, конечно, мне как раз, но как-то, мне кажется, не идет. Ой, так вот смотрится. Вот этот цвет, смотрите, зелененький. сколько стоит? 189 лир. В общем, ребята, я расстроилась, если честно. Да, идем на пляж Клеопатры посидеть, с расстройства выпьем кофейку там, но ничего мне уже не подходит, а 2XL они не шьет. Все прямо. Берусь за себя с сегодняшнего дня. Ты уже и так в таком отеле я думаю, уже килограмма 2 по-любому скинула. В общем, Лена говорит, смотри, в очереди. Все по 2,50 евро, по 3 доллара. на пляж Клеопатры. Попозже. Попозже, спасибо. Костюмы. Так. В общем, короче, мы сделали вывод, вот мы на самом деле ездили специально сегодня сюда, чтобы купить именно джинсы Мави. Потому что мне эта фирма очень нравится. Во в Саларии ты ее не купишь. В общем, смотрите. В Саларии, кстати, не внутри. Ну, я хочу сказать 200 лир, 2,400 Юрия купила за 240 лир. У Юры по дороге же получились 240. Сколько это же будет, я не могу посчитать. Ну, где-то 2,700. Ну, джинсы, конечно, великолепные. У нас в Москве такие будут стоить гораздо-гораздо дороже. Ну, 5 не меньше. И эта новинка мне понравилась. Новый фасон. Ну, а так, больше мы с Леной пока ничего. А, ну, купили вот в амбаре я себе кофточку купила. Короче, у меня целый пакет на самом деле. В Айкике я себе кофточку купила. Еще там мелкой на подарок купила кофту. Ну, а так ничего больше. По мелочевке. И, в общем, идем. А время, девчонки, мальчишки, бежит, вы не представляете, да? Ну да, приехали. Уже считай, фук сейчас 06-го. Курс, смотрите, доллар 5, значит, 5,65, евро 6,20. То есть, смотрите, 100 долларов это 565 лир, 100 евро 620 лир. Рубль, я чуть не пойму, 0,84. 0,84. Это как? За, ну, не могу, надо разобраться. В банке мы смотрели, курс 12,05 было написано. Как они считают? 1 лира 12,05. Получается, наверное, 1000 рублей это 84 лиры. Вот так вот, да? Да. Я думаю, что так, да. Для тех, кому интересно бензин, смотрите, 3,33, чуть не могу понять, 6,62, 6,66. 6,62 лиры. Умножаем на 12. Это что, у них такой бензин дорогой получается? 72, около 80 рублей получается литр бензина. Поэтому у них, наверное, такси такие дорогие. Ну, литр бензина дорого получается. А здесь, что хочешь? Кожи, меха, кроссовки по 15 евро. Ну, что за кроссовки по 15 евро? Одел, наверное, и развалились через 2 минуты. у нас что, на садоводе тоже можно? Ну, у нас на садоводе. 600 рублей. Ну, да. Одноразовый. Я хотела купить на садоводе зонтик, и купила, причем, ну, не дешево, маленький такой, думаю, в сумочке, 500 рублей. Я вышла в первый дождь, у меня отлетела ручка. Ну, вот сумка, смотри, вот вчера купила. 5 долларов. Ну, я же понимаю, что это вот, ну, то есть, хотели 10. Да. Давай мне самую дешевую, самую дешевую. Ой, типа, вам хорошую сумку. Вот смотрите, купила вчера, вот уже, вот, все, она уже отрывается. У меня рюкзак порвался. И вот этим вот, ну, как бы мне она, как вещевой мешок, чтобы вот с пакетом не ходить, чтобы на плечи ее внести. И то есть, получается, что у них вот это вот все, что это, это все вот, подделки, очень плохого качества, сумки. Вот. Они хотят за сумку 100 долларов, а у нее стоимость 10. Ясное дело. Вот на тебе красивая футболка. Это Коллинз, помнишь? Это не Коллинз. Не Коллинз? Нет, это Стокман. Стокман. Ну, вот я имею в виду, когда мы с Леной были в апреле, были какие-то распродажи, да, Лен? Нет, сейчас пока нет распродажи. Пока еще ничего не видим. Такого вот, чтобы, знаете, увидел и глаз положил. Море. Самое главное, это море. Да, мы идем, зато мы можем везде купаться, идем на пляж Клеопатры. Они везде, да.